Я говорю, что руководитель может быть мощным двигателем и мощным тормозом. Вы это заметили? Мы хотим, чтобы сотрудники на своем уровне были самостоятельны, но перед этим, когда он что-то делает, по башкам даем. Согласны? И когда мы несколько раз по башкам даем, что происходит в голове сотрудника? Зачем мне это надо? Я лучше буду делать то, что он говорит. Тогда сотрудник превращается в удобного сотрудника. Да, шеф. Что я говорю? Да, шеф, говорит. Он не ругается, не ссорится. Да, конечно. Ни хрена ничего не делает. Он просто не делает. Почему не делает? Он говорит, зачем мне это надо? Я лучше делаю то, что он сам просит и все. Не просит, не буду делать. Просто делаю. Теперь через неделю вы придете, он ничего личного не делает. А вы все думаете, послушай, а ты можешь свою работу делать? Он говорит, я же делаю то, что вы говорите. Что вы недоволен? Я же все делаю то, что вы просите. И он превращается не в талантливого, эффективного сотрудника, а в послушного, удобного сотрудника. Божий спасти, если вас начнут окружать такие сотрудники. Вы заметили, как этот парень, как старался, как мечтал? Вы заметили, что он ему говорит? Почему вы это делали? Он говорит, ну потому что там дежурный был, смена. Я пошел сам, нашел номер и все, решали эту задачу, правильно? Ему же никто не говорил это делать. Он сам проявлял инициативу, самостоятельно это сделал. И что получили это? Меня не интересует, что вы делали. Почему вы это делали? Он говорит, потому что миссия отдела, там сервис, сервис, сервис. Не надо мне напоминать мои слова. Вы это вспомните? Он никак не мог понять, а что я плохого делал? Я же решал проблему компании. А вот скажите, пожалуйста, со стороны необычно выглядите, да? Правда? Да. Когда сами делим, незаметно. А вот когда вы со стороны, это классная обучающая вещь, парни, согласны? Это супер показатель. Смотрите, привычки, человек действует по привычкам. Как с собаком общается, так и относится к человеку. Вы это заметили? Даже со временем собака перестала быть интересным. Вы сами интересны, когда собака не дает этому двигаться. Потому что я вам сказано, не дергай, не двигай, кепку не трогай. И собака даже привык к этому. Классно? Да. Еще что видели? То есть сотрудник не дает быть самостателем. То есть руководитель не дает. Еще что видели? Сам руководитель не хочет обучаться. Сам руководитель не хочет измениться. Ну, обучение тоже нужно, но я о тебе говорю. Да, да. Еще? Да. Личное эго руководителя тормозит. Да. Личное эго во многом тормозит. Да. Такое направление, личное эго, оно не позволяет считаться реальными и возможности учиться продолжению темы. Да, да, так и есть. Так, что мы думаем? Если сотрудник сам что-то начнет такое делать, и он перестанет быть послушным. Зазвездиться. И однажды одна женщина подошла ко мне и рассказывает. Она правда занимается с тобой маркетингом, но тема похожая. Она говорит, вы представляете, без меня, они даже меня не спросили, даже ничего не говорили. Сами провели свое собрание. Сами делали то-то, то-то, то-то. Вы представляете? И сидит, она плачет. И сидит, она в меня плачет. Я так смотрю на нее, думаю, ну ты дура, ты должна радоваться. Это же так? Ты должна радоваться, что этот человек теперь сам могут двигаться. На твоей шеи не сидит, он растет. А она сидит, вы представляете, они меня уже за ледро не сочетают. То есть ей больно, ей причиняет что боль? Знаете? Его эго. Его эго что? Как это так? Как теперь они там самодеятельностью занимаются? Кто из вас мне понял сейчас? И это произойдет с вами то же самое. С вами то же самое. Я хочу вам сказать. Я сейчас буду сегодня говорить разный тип сотрудников. Будем говорить, кого надо дисциплинировать, кого нельзя. Кого надо гонять, а кому никогда не делай барьер. Иначе ты просто потеряешь всех сильных сотрудников. Одну просто ненужные люди собираются будут вокруг тебя, которые ни к чему не, они ничего не умеют делать. А с ними далеко не пойдешь. Вот об этом тоже будем сейчас говорить. Значит, кто вас окружает? Вы меня поняли, да? То есть ваш доход зависит от того, кто вас окружает. Значит, первый, кого я сказал, какие люди, кто больше вас зарабатывает. И так старается, чтобы клиенты были такие люди, которые хорошо зарабатывают. И второй, это ваши сотрудники. Дальше. Соответственно, упорство в достижении цели. Упорство в достижении цели. То есть, насколько вы настойчиво идете к достижению своей цели. Насколько вы упорство проявляете. Упорство в достижении цели. Вы согласны, что настойчивость и упорство стоит впереди таланта? То есть, сначала человек характер заклеивается, а потом любой талант развиваешь. Но я видел людей, которые талантливые. Но, поверьте, очень много талантливых я видел, но которые в жизни ничем не. Они ничего не добились в жизни. А их талант просто не погубили этот талант, потому что у них характер слабый. Дальше. Просто подродите большим. Руководитель жертвы. О, это вообще бомба вещь. Руководитель жертвы, это что такое? Он говорит, а потом сам ходит и делает. Руководитель жертвы, это когда он говорит, иногда сотрудники, внимание обратите, руководитель жертвы, это что значит? Он нанимает, он говорит, а потом сотрудники аккуратно эту работу на его шею положат. Они приходят, начальник, я не знаю, как это делать. Или вот так. Ну, посоветуйтесь, как или как. Он сидит думать за сотрудника, давай я подумаю, давай вот так делать. То есть получается, что финансовые дела он так решает, логистику он так решает, рекламу он так решает. Текстовая реклама, кто-то, он сидит размышляет, как должно быть. То есть он сам не заметит, как он работает вместе с своим сотрудником. И самое главное, и думает, что у него есть команда. Вот это руководитель жертв. Руководитель, который получает плоди только от физического труда своего сотрудника, он является руководителем жертв. Внимание обратите. Руководитель, который получает плоди от результат физического труда своего сотрудника, он является руководителем жертв. Нам нужно получать плоди, нам нужно получать, можно сказать, результат от интеллектуального труда своих сотрудников, кроме его физически. Иначе зачем нам надо нанимать людей, которые, можно сказать, на других должностях работают? То есть я хочу сказать, чем профессионально, то есть специфика или по профессии снимать сотрудника, если вы за него будете думать сами. Лучше тогда нанимайте простого сотрудника, грузчика или кого-то-нибудь, он дешевле обойдется. Я вот это хочу сказать. То есть люди нанимают и за сотрудника думают сами. Сотрудник только делит руками и ногами. Особенно у нас это сильно распространено. Понимаете, за сотрудника мы думаем сами, но используем только его рука-нога. Отвези, привези, увези, подметай, поставь, закрой, грузи, разгружай. То есть мы основном, по большому счету, используем труди не его интеллектуального труда, а физического труда. Когда мы только получаем плоди от его физического труда, получается, что мы далеко не пойдем. Потому что за всех думать вы не можете, вы устаете. Это нереально просто, все держать в голове. За все вопросы вы отвечать не можете. Руководитель, жертв, это тот человек, который получает плоди от физического труда своих сотрудников. Дальше. В общество создается временами рабства. То есть, смотрите, во всех времен существовало рабство. Во всех времен. Когда-то люди были раби для других людей. Согласны? Ну, был феодализм, были раби, были того. Правильно? Теперь, со временем люди становятся рабом зарплаты. А бизнесмен является рабом своей работы. Вы внимательно обратите. Если, вот знаете, не вы управляете свою жизнь, ваша работа управляет. Вы это заметили? Ваш бизнес управляет, начнет вашей жизнью. Вот бизнес говорит. Вы говорите, я бы хотел, чтобы сегодня поехать куда-то. Он говорит, нет, иди в офис. А вы говорите, я бы хотел, чтобы там-то туда. Он говорит, нет, сегодня товар придет. Жарь. Два часа ночи пойдешь. Хочешь, не хочешь. А мне надо до четырех утра успеть отгрузить. Два часа надо быть там. Пять часов. То есть, это есть, когда человек, когда руководитель жертв, он действительно становится рабом своего бизнеса. И это опасно. Дальше. Дальше. Четыре типа людей. Существует четыре типа людей. Каждый этап, каждый тип людей, они разные. Я буду разными подходами, разными ракурсами объяснить, чтобы у вас сформировалось точное понимание в людей. Запомните, бизнес это... Кто такой бизнес? Что такое бизнес? Бизнесмен это человек, который профессионал в людей, а не в продукт. Послушайте меня, пожалуйста. Я вам один секрет расскажу. Я более, может быть, несколько тысяч консультаций давал за это 18 лет. Я уже не помню, сифра, честно, запутался. Я почитал до 500. Потом после это перестал читать. И сейчас более 160 чем-то уже у меня индивидуальные предприниматели учатся. Они разного сфера бизнеса. Когда вы начинаете, разная сфера бизнеса вникать, видеть, и вы начинаете понимать больше. И вот мое понимание, которое я пришел. Потом у меня 54 видя собственного опыта есть. Где-то я был инвестором, где-то учредителем, где-то просто управляющим и так далее. И собственный опыт имею. Начинаю от стройматериала, заканчиваю продукты, питание и так далее. Теперь газозаправки тоже открываю сейчас. Представляете, чем только не занимался в этой жизни. Теперь внимание обратите. Когда я смотрел на все эти вещи, я понял одну очень интересную вещь. Это, говорю, не мое мнение. Это результат 18 лет труда, который понял. Все люди, которые открывают бизнес, все люди, которые открывают бизнес, они все свою специфику знают. Например, повар открывает ресторан, он знает, как готовить, как кухня должно быть. Но он не может вести ресторан. Понимаете? Человек, который торговлей занимается, он умеет купить, продавать, купить, продать, но он не умеет строить бизнес. Он привык, например, в 90-х годах начал купить, продать, купить, продать, он привык только так мыслит. И он понимает торговлю, но он не понимает бизнес. Послушайте меня внимательно, вы мне поймете сейчас. Я заметил, что производственник, если он производит йогурты, молока и так далее, он хорошо понимает, как производить, но он не понимает, как рынок создавать. У меня есть люди, которые приходят к мне и говорят, я вот производил супер шампунь, супер качество, все супер технолог, австралийский, у меня лучшая производственная линия. Но никак не могу рынок завоевать. Вы понимаете, о чем я говорю? Я видел людей, которые, например, кто-то… Вот почему эти вещи я рассказываю вам? Я тогда понял, что проблема не в специфике бизнеса, проблема в другом. Есть несколько видов проблем, которые я заметил, что во всех бизнесах существуют. Самый первый – это кадровые проблемы. Кадровые проблемы. Люди, оказывается, специфики, свой бизнес знают, но они не умеют строить систему работы с людьми, где люди могли бы работать. Возможно, они работали где-то, где была построена система. Построена система, работать совсем другое, а строить систему совсем другое. Поверьте, это правда. Создавать систему – это очень нелегко. Вот что, оказывается. И самое главное, категория людей, которые создают систему, и категория людей, которые управляют системой – это тоже разные люди. Это абсолютно разные люди. Один и тот же не могут. Например, не каждый водитель должен строить машину. Черт побери, надо это понимать. Согласны? Да не обязательно, что каждый водитель знал, как построить машину. Это не надо даже. Согласны? И я сижу, думаю, вот она, где скрытие, оказывается, в бизнесе. Есть несколько проблем во всех бизнесах, которые я заметил. Как я это понял? Я научился их решать. Поэтому я понял, что в любом бизнесе я могу привести его в порядок. Потому что я знаю, где эти проблемы будут. Одно из них – это кадровые проблемы. Одно из самых главных из них – это кадровые проблемы. То есть это умение работать с людьми. Как сделать так, чтобы они все могли вместе работать? Понимание людей. Не понимание продукции, а понимание людей. Бизнесменник убегает от людей. Они хотят меньше всего разговаривать с людьми. Давайте посмотрим четыре типа людей. Поехали, дай, пожалуйста. Сами первые виды – это первый тип людей – это позитивнее и продуктивнее. Позитивнее и продуктивнее. Это категория людей, которые реально позитивнее и продуктивнее. Понимаете? Вот если мне удается, вот так нарисую. Голова чуть-чуть кривая, так что не обижайтесь на меня. Позитивнее и продуктивнее. Это первая категория людей. Но что такое позитивнее и продуктивнее? У него хороший результат есть. И он еще положительный человек. И позитивный человек. Но это, сейчас я рассказываю, вы сначала узнаете себе. А потом точно так же эту информацию надевайте на своих сотрудников, чтобы понять их, какие они бывают.